Александр Иванович Куприн. Штабс-капитан Рыбников. Первое. В тот день, когда ужасный разгром русского флота у острова Цусима приближался к концу, и когда об этом кровавом торжестве японцев проносились по Европе лишь первые тревожные глухие вести, в этот самый день штабс-капитан Рыбников, живший в безымянном переулке на песках, получил следующую телеграмму из Иркутска. «Вышлите немедленно листы, следите за больным, уплатите расходы». Штабс-капитан Рыбников тотчас же заявил своей квартирной хозяйке, что дела вызывают его на день-надво из Петербурга, и чтобы поэтому она не беспокоилась его отсутствием. Затем он оделся, вышел из дому и больше уже никогда туда не возвращался. И только спустя пять дней хозяйку вызвали в полицию для снятия показаний об ее пропавшем жильце. Честная, толстая, 45-летняя женщина, вдова консисторского чиновника, чистосердечно рассказала все, что ей было известно. Жилец ее был человек тихий, бедный, глуповатый, умеренный в еде, вежливый, не пил, не курил, редко выходил из дому и у себя никого не принимал. Больше она ничего не могла сказать, несмотря на весь свой почтительный ужас перед жандармским ротмистром, который зверски шевелил пышными подусниками и за скверными словами в карман не лазил. В этот-то пятидневный промежуток времени штабс-капитан Рыбников обегал и объездил весь Петербург. Повсюду, на улицах, в ресторанах, в театрах, в вагонах конок, на вокзалах появлялся этот маленький, черномазый, хромой офицер, странно болтливый, растрепанный и не особо трезвый, одетый в общеармейский мундир со сплошь красным воротником, настоящий тип госпитальной, военно-канцелярской или интендантской крысы. Он являлся также по нескольку раз в главный штаб, в комитет о раненых, в полицейские участки, в комендантское управление, в управление казачьих войск и еще в десятки присутственных мест и управлений, раздражая служащих своими бестолковыми жалобами и претензиями, своим унизительным попрошайничеством, армейской грубостью и крикливым патриотизмом. Все уже знали наизусть, что он служил в корпусном обозе, под ляуяном контужен в голову, а при мугденском отступлении ранен в ногу. Почему он, черт меня возьми, до сих пор не получает пособия? Отчего ему не выдают до сих пор суточных и прогонных? О жаловании за два прошлых месяца. Абсолютно он готов пролить последнюю черту и опобери каплю крови за царя престола Отечества, и он сейчас же вернется на Дальний Восток, как только заживет его раненая нога, но сто чертей проклятая нога не хочет заживать. «Вообразите себе! Нагноение! Да вот, посмотрите сами!» И он ставил больную ногу на стул и уже с готовностью засучивал кверху панталоны, но всякий раз его останавливали с брезгливой и сострадательной стыдливостью. Его светливая и нервная развязность, его запуганность, странно ограничившая с наглостью, его глупость и привязчивое праздное любопытство выводили из себя людей, занятых важной и страшно ответственной бумажной работой. Напрасно ему объясняли со всевозможной кротостью, что он обращается в неподлежащее место, что ему надо бы направиться туда-то, что следует представить такие-то и такие-то бумаги, что его известят о результате. Он ничего, решительно ничего не понимал, но и очень сердиться на него было невозможно. Так он был беззащитен, пуглив и наивен, и если его с досадой обрывали, он только улыбался, обнажая десны с идиотским видом, торопливо и многократно кланялся и потирал смущенно руки. Или вдруг произносил заискивающим хриплым голосом, «Пожалуйста, не одолжите ли папиросочку? Смерть покурить хочется, а папирос купить не на что. Яко-нак, яко-благ. Так бедность, как говорится, не порог, но большое свинство». Этим он обезоруживал самых придирчивых и мрачных чиновников. Ему давали папироску и позволяли присесть у краешка стола. Против воли и, конечно, небрежно ему даже отвечали на его назойливые расспросы о течении военных событий. Было, впрочем, много трогательного, детски искреннего, в том болезненном любопытстве, с которым этот несчастный, замурзанный, обнищавший, раненый армеец следит за войной. Просто-напросто, по-человечески, хотелось его успокоить, осведомить и ободрить, и оттого с ним говорили откровеннее, чем с другими. Интерес его ко всему, что касалось русско-японских событий, простирался до того, что в то время, когда для него наводили какую-нибудь путанную деловую справку, он слонялся из комнаты в комнату, от стола к столу, и как только улавливал где-нибудь два слова о войне, то сейчас же подходил и прислушивался со своей обычной напряженной и глуповатой улыбкой. Когда он, наконец, уходил, то оставлял по себе вместе с чувством облегчения, какое-то смутное, тяжелое и тревожное сожаление. Нередко чистенькие, выхоленные штабные офицеры говорили о нем с благородной горечью, «И это русские офицеры?» «Посмотрите на этот тип! Но разве не ясно, почему мы проигрываем сражение за сражением?» «Тупость, бестолковость, полное отсутствие чувства собственного достоинства, бедная Россия!» В эти хлопотливые дни штабс-капитан Рыбников нанял себе номер в грязноватой гостинице близ вокзала. Хотя при нем и был собственный паспорт запасного офицера, но он почему-то нашел нужным заявить, что его бумаги находятся пока в комендантском управлении. Сюда же, в гостиницу, он перевез из своей вещи портплед с одеялом и подушкой, дорожный НССР и дешевый новенький чемодан, в котором было белье и полный комплект штатского платья. Впоследствии прислуга показывала, что приходил он в гостиницу поздно и как будто под хмельком, но всегда аккуратно давал швейцару, отворявшему двери, гривеник на чай. Спал не более трех-четырех часов, иногда совсем не раздеваясь, вставал рано и долго часами ходил взад и вперед по комнате. В полдень уходил. Время от времени штабс-капитан из разных почтовых отделений посылал телеграммы в Иркутск, и все эти телеграммы выражали глубокую заботливость о каком-то раненом, тяжело больном человеке, вероятно, очень близком сердцу штабс-капитана. И вот с этим-то суетливым, смешным и несуразным человеком встретился однажды фельетонист Большой Петербургской газеты Владимир Иванович Щевинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова